Вадим Троян фигура одиозная. Журналистский интерес вызывает и стремительная карьера в МВД человека без всякого юридического образования и его деятельность на различных руководящих постах в органах. Посмотрите. В своем земляку и на то время бизнес-партнеру Трояну Арсен Аваков нашел место в структурах МВД еще в 2014-м и сразу, не имеющий юридического образования Троян, получил руководящую должность. Возглавил областное управление милиции Киевской области. Не прошло и двух лет, как минуя не то что ступени, а пролеты в карьерной лестнице, Вадим Троян садится в кресло первого зама главы нацполиции. Курирует управление криминалистов. А уже в конце 2016-го, несмотря на прямые обвинения в заангажированности, уходящей с постадок Анаидзе, Троян приступает к выполнению ее обязанностей. Еще пара месяцев и снова карьерный взлет. Троян уже ближайший помощник Авакова, первый замминистра МВД. Но высокий чин только добавил вопросов, поскольку в СМИ то и дело всплывают новые факты, компрометирующие и Трояна, и его босса. В начале стало известно, что Вадим Троян собирал с дорожных инспекторов ежемесячную дань в 100 тысяч долларов. Потом общественность узнала, что он создатель фиктивных фондов, куда предприниматели были вынуждены перечислять деньги под видом помощи в АТО. Последний факт, к слову, зафиксирован на видеозаписах скрытой камеры в кабинете другого зама Авакова Сергея Чеботаря. Съемка проводилась сотрудниками СБУ и подлинность кадров подтвердила генпрокуратура. Тогда Троян все это назвал политзаказом. Впрочем, не в последний раз отрицал он и причастность к делу об убийстве Павла Шеремета. СМИ утверждают, именно по приказу Трояна оперативники следили за журналистом. Но, как водится, доказательств правоохранители не нашли. Чем обернется для Трояна нынешняя скандальная история со взяткой, пока открытый вопрос.